Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни, и сегодня у нас такой внеплановый ролик. Я решил сделать шоу-матч, и мы сыграем, точнее не мы, а компьютер, мы просто с вами прокомментируем и посмотрим обзор матча. Севилья, команда-обладатель Лиги Европы, сыграет против команды Лиги Европы, то есть здесь собраны все лучшие игроки. Не стал я переусердствовать здесь собирать состав Интера, Манчестера и Юнайтеда, к примеру, так нет. Я брал по минимуму игроков, из каждой команды, там 2-3 игрока максимум из одной команды я брал, вот, и собрал лучших вот игроков, которые были именно у нас в командах недели и в командах каждого тура плей-офф. Вот, на воротах у нас ДХ и Городецкий, два кандидата, но ДХ будет у нас стоять на воротах, слева в защите у нас Исмаили, и есть Дика. Вот, в центре обороны у нас Кринер и Бендер, и также Семеду на скамейке запасных. Справа у нас Дохерти, справа в полузащите у нас Андреас Перейра, также, если что, Пелегрини и Лаутар Мартинес, которые часто выходили на именно этой позиции. Озил, Маутиньо в центре полузащиты, также Пелегрини тут тоже выступал. Марселло Брозович очень часто, он дважды попадал в команду тура, именно на позиции левого полузащитника его ставил, его ставил Антонио Конте, поэтому вот так. Так, Ля Козет и Адриан Сильва у нас пока что в старте, но есть также у нас Эдуард из Селтика и Камада. Вот, хоть у него и Цапник, но он получал звание, попадал в команду недели именно на позиции форварда. Так что вот таким вот составом сыграет он сегодня Интер против обычной Севильи, у которой, ну, самый настоящий вот состав. Ну что же, у нас начинается шоу-матч Севильи сегодня, именно таким составом, которым она и выиграла нашу Лигу Европы, да и в реальной жизни она тоже выиграла. Сегодня встречается против Интера, но необычно, здесь собраны все лучшие игроки, но у нас это получается только вот именно стадии плей-офф, потому что, ну, на группах, скорее всего, раз даже из Лиги Европы на группе кто-то смог вылететь, значит, недостойные они были игры в плей-офф Лиги Европы. Поэтому посмотрим, как сегодня отыграет Севилья против такого уже Интера, совсем обновленного. Здесь буквально 2-3 человека из Интера остались, поэтому посмотрим. Ну что же, грустно, конечно, у нас выдался шоу-матч, думали, здесь будет много голов, а так, только у нас вот серия пенальти сейчас ожидает, но давайте ее мы, естественно, посмотрим, а композ, но ДХА вот этот удар потащил. Лаутар Мартинес, удары, а это забивает, отлично, Лаутар Мартинес, финалист еще Лиги Европы забивает Сусо Оьюги, как же не точно. Вот Эдуардо, игрок Селтика, и тоже выше ведь пробил. Джордан, который забил в финале Лиги Европы у нас, но ДХА потащил его удар, 3 мяча не пропускает пока что ДХА и не забивает Камада еще, просто замечательно. Лук Де Йонг, удары, и этот-то залетает, вот и пропускает ДВДК, 1-1 пока что, но забивает Андрес Перейра, делает счет 2-1, и сейчас решающие пенальти, если забивает Франко Васкис, то все, будет у нас счет, если забивает 2-2, если не забивает, то все. И все, шоу-матч, вот такой вот вылаз, а до серии пенальти аж дошли и показали, что, ну естественно, в основное, там в дополнительное время команды практически, мне кажется, равные, как нам это показали. Но в серии пенальти все-таки вот именно команда Лиги Европы побеждает команду-обладательницы Лиги Европы, Севилью. Поэтому вот так, друзья, на этом все, у нас Лига Европы завершается именно этого сезона на канале, больше не будет по ней именно ролик выходить, будет еще шоу-матч в Лиге Чемпионов совсем скоро, так что подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok